Музыка Слово, оно дает источник воды. Моисей проявил непослушание, ударил по этой скале, и в результате его непослушания или неверия, Моисей не вошел в обетованную землю. Результат непослушания и неверия. Скажи слово. Помните, вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Без него ничего не начало быть, что начало быть. Слово является источником всего. Не физические действия. В Писании написано очень четко, дорогие братья и сестры, наша брань, кто помнит это место священописания, не против крови и плоти, но против духов, мироправителей, тьмы века сего. Мы не воюем с плотью, потому что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Мы сражаемся духовными битвами. Слово, оно имеет власть. Чтобы нам быть свободными, Писание говорит, отпусти мой народ, сказал Господь фараону. Он имел в виду, что мы свободны в исполнении Божьего Слова, и мы не свободны в исполнении других волей, откуда бы они ни исходили, даже из моего сердца. Как сказал Петр, да не будет с тобой Господи, не иди на крест. Господь говорит, отойди от меня, сатана. Ты соблазн мне, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что сатанинское, то есть человеческое в данном случае. Итак, когда Господь сказал Моисею, вернее приказал, Господь уже знал, что сердце Моисея из-за неверности народа Божьего Израиля, из-за многочисленных восстаний Кореи, Дофана, Аверона, из-за ропота Мариам, из-за ропота его родного брата Аарона, оно уже поколебалось. Оно уже не стало камнем. Оно стало уже неустойчивым. И он, чтобы люди убедились в том, что сейчас они напьются, бьет по скале. Он говорит, скажи слово. Вы знаете, друзья мои, печально. По-гречески слово непослушание означает неверие. И там потом в скобочках написано не явить святости присутствия Бога. Послушание – это святость, Бог свят, Его народ святой. То есть, другими словами, мы с вами, если кто еще не убедился в этом, люди святые у Господа. Другими словами, Моисей приткнулся о скалу, то есть о камень. Петр, ты камень, помните, да? А Моисей? А кто Моисей, если он был самый наикратчайший человек на земле? Послушайте, а разве Петр, после того, как Иисус ему сказал, ты камень, и врата, да, не одолеют церковь, разве он потом не отрекся от Христа? Какой же камень, интересно? Ничего себе камень. Какой-то камушек. И не гранитный, а какой-то такой песчаный, какой-то странный, который от одного испытания рассыпался просто. Кто для меня больше камень? Петр или Моисей? Петр или Моисей? Для меня есть единственный камень, самый дорогой, самый драгоценный. Это не Петр и не Моисей, хотя они тоже камни. Для меня есть единственный камень, мой Господь и Спаситель, Иисус Христос. И других камней, простите, я знать не хочу, которые претендуют быть главою строения Божьего, Божьей Церкви, и Божьего Царства. Первый Петра. А вот интересно, что сам Петр-то об этом пишет? В первом послании Петра, во второй главе, седьмой, восьмой стих. Петр сам об этом пишет. Итак, Христос говорит, Петр, ты камень. Теперь какая реакция Петра на слова Христа? Понимал ли он, что он является основанием церкви? Или он понимал, что основание церкви Христос? Итак, я буду читать, начиная с седьмого, восьмого стиха, а потом вернусь к третьему, четвертому и пятому стиху в этой же второй главе первого послания Петра. Итак, он, то есть Христос, для нас, верующих, драгоценность. Так начинает апостол Петр. Это для себя трудное признание в том, что он просто камушек, а камень Христос. трудное признание начинает. Помните, апостол Петр с такой любовью пишет об апостоле Павле, что в посланиях Павла есть нечто неудобное, вразумительное, и что невежды в слове употребляют для собственной погибели. Помните, да? Я скажу, для ясности момента, у Петра тоже есть что-то такое длинное, неудобное, всегда вразумительное. А не потому, что он писал невразумительно, потому что мы никак не сможем вразумиться то, что он писал иногда. Смотрите, что здесь написано. Для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, то есть ни послушание, ни прочность, но который сделался главою угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову. Итак, слово есть источник всего. Камень, о котором притыкаются люди, непослушные Богу, непослушные истине, оказался тот же самый Христос, который для нас драгоценность, а для них камень соблазна и камень преткновения. Я очень прошу прощения у тех, которые, может быть, недавно верующие, я так чуть-чуть по глубине копаю, но мне кажется, церковь все-таки это не детский сад. Но это, может быть, не университет, это такая хорошая средняя школа, где нужно учиться. Поэтому я всегда радуюсь, когда люди берут с собой конспекты, ручку, карандаш, фикусируют. Я, конечно, прошу, у нас с нашего сайта можно все перекачать бесплатно. Слушайте еще раз и еще раз и еще раз. Читайте дома эти места Священного Писания, разбирайте на домашних группах, домашних ячейках, углубляйтесь в Слово Божие, потому что оно источник, потому что написано, они не покорялись Слову, потому что когда не покоряешься Слову, то ты притыкаешься о каждый камень и камень для тебя становится соблазном, то есть сам Христос становится соблазном. Итак, мы с вами прочитали, что а кто же такой все-таки эта драгоценность, это камень, который для неверующих соблазн, который они отвергли. А вот мы возвращаемся к третьему, четвертому и пятому стихам предыдущими в этой же главе. «Ибо вы вкусили», пишет Петр, «что благ Господь». Мы вкусили, что он благ или нет, или так, немножко так. Что такое вкусить? Это не накушаться, это попробовать. Мы вкусили, и сказали, «О, Господь, мы, конечно, еще не насытились с тобой, но мы уже попробовали, Бог, это такое блаженство, это такая драгоценность, Господь». Естественно, вы вкусили, что благ Господь, и приступая к Нему, стих четвертый, «И это пишет Петр, не приступая ко мне, пишет Петр, камню живому, приступая к Нему, другими словами, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Послушайте, к кому мы приступаем? К Иисусу Христу, к нашему Господу и Спасителю, не к Петру мы приступаем. Петр писал, «Приступая ко мне, ко камню живому, отверженному, меня Рим отверг, видите, я хотел убежать оттуда, а Христос меня вернул назад, чтобы там меня распяли». Нет, ко Христу приступая, Он единственный живой камень. И дальше написано, «И сами вы, то есть мы, как живые камни». Итак, Петр, живой камень? Живой. Павел живой? Живой. Яков живой? Живой. Но есть камень, который во главе угла, во главе угла строители. Есть строители здесь? Я, когда был еще студентом, в студенческие годы, с папой каждый год мы строили по два дома. Папа у меня был такой каменщик, известный в Москве. А я и мой брат, который сейчас известный юрист, адвокат, мы были подсобники. Он нам разрешал бутить, Он нам разрешал гнать стену, но никогда не разрешал закладывать углы. Кто понимает, о чем сейчас я говорю? Потому что, если угол неправильно заложил, дом треснет, потом развалится. Папа у меня был лучший по закладке углов. Так вот, Иисус Христос является главой угла. Слышите? У нас в угол вставили в детстве, чтобы поближе к Богу быть. Там Христос, он голова угла. И когда тебя в угол наказывают, ты понимаешь, что ты так близко с Богом. У тебя сразу приходит покаяние. Ты начинаешь говорить, Господи, прости меня, я оскорбил, я обидел моих родителей. Господи, они обиделись бабушку с дедушкой, обидел, прости Господи. В углу это так хорошо понимается. И так написано, сами как живые камни, устрояя из себя дом духовный. Мы живые камни, которые устрояют из себя дом духовный. Там написано священство святое. Вот почему мы церковь священников. Послушайте, мы имеем апостольское призвание. Ни один Петр, ни один Петр, ни один папа и мама, хоть римские, хоть заримские, хоть византийские, хоть московские, а мы все являемся живыми камнями. Скажите аминь, друзья мои. И сами как живые камни, устрояя из себя дом духовный, то есть такой дом духовный, это послушание, это стойкость, потому что мы на скале, мы на камне. Это прочность, это вера. Мы в послушании, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Вообще без Иисуса Христа мы ни одной жертвы Богу принести не можем. Как только приносим жертвы не через Иисуса Христа, это действует наша гордыня, наш эгоизм и наше себелюбие, а Бог гордым противится. Я благодарю Господа все, что не делаем, скажет соседу, только через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа. Не будь надменным, гордым. Ну, Иисус Христос, это, конечно, великий Мессия, но и я кое-чего стою. Вот это называется обольщать себя. Откройте, пожалуйста, книгу порока Захарии. Захарии. Я очень люблю порока Захарии, мне нравится порок Захария. Откройте, пожалуйста, седьмую главу. Здесь мы кое-что почитаем. Помните, мы начали с того, что я сказал, что кажется, что Бог не успевает. И очень хотелось бы, что Бог дал свободу и отпустил нас, когда мы считаем нужным. Вспомните, 440 лет народ Израиля в Египте выпиял к Богу. Он медлил. Как думаете, почему? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Об этом пишет порок Захария. Итак, седьмая глава порока Захарии, вторая, я буду читать просто. Здесь написано, в четвертый год царя Дария, было слово Господа Захария, когда Вифиль, некто Вифиль, я думаю, такой князь народа Божьего, послал своих представителей, спутников, помолиться пред лицом Господа в Иерусалим. Вы знаете, конечно, видно, князь был серьезный, послал спутников, те пошли. И знаете, вот здесь спросить он хотел у священников и у пророков в доме Господа Заваофа, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет. Поднимите руку, кто много лет постится, молится, плачет. И говорит, Бог, Бог, приди, защити, благослови, Бог, что-то я как-то неустойчиво себя чувствую, как в болоте, ногу поставил, провалился здесь, поставил, провалился, Бог, как-то вот, вот я уже столько лет молюсь, столько лет плачу и пощусь, а ты молчишь. Бывает такое, нет? Кто давно христианин? Конечно, бывает. И было ко мне слово Господне, говорит Захария, скажи всему народу земли сей и священникам, так, ни одному этому Вифилю и его путникам скажи всем. И так они говорят, мы много-много лет постимся и молимся. Спроси еще раз, вот в этот пятый месяц нам опять поститься и молиться? Или может быть уже пора прекращать? Знаете, я скажу, что они к этому моменту молились уже 70 лет об одном и том же. У нас в России столько не все живут. Да какой 70 лет? Я уж про 50 не говорю, я уж про 30 не говорю, я уж про 20 не говорю. У нас год, редко кто может молиться и поститься и плакать при Господе год о каком-то деле. У нас в Москве скорости такие, что нам даже лишнего часа мы не можем выделить Господу. Не то, что там помолиться год, они 70 лет одно и то же в храм приходили, постились, молились и просили Господи еще раз нам в пятом месяце приходить. Скажи им, когда вы поститесь и плачете в пятом и седьмом месяце, кто вспомнит у нас сейчас месяц какой? Седьмой. Хорошо в школе учились. Притом уже 70 лет. Для меня ли вы поститесь? Для меня ли, спрашивает Господь? Господи, для кого еще? Братья и сестры, если я спрошу, для кого мы пришли сегодня сюда в церковь? Ну, ответ очевиден, конечно, для Господа. Да нет, друзья мои, для себя. Вот для себя пришли. Вот не надо все. Мы, Господь, ради Тебя постимся, молимся и плачем и в храм ходим ради Тебя. Я каждый день ради Тебя вставаю, утром молюсь, читаю слово ради Тебя, Господь. Бог говорит, сколько ты уже так делаешь? 70 лет? Ну, еще 4 года как минимум будешь делать. Пока ты не поймешь, что ты это делаешь для себя. Следующий стих. Здесь написано. И когда вы едите, стих 6, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Ответ очевиден, конечно, для себя. Наелся, напился, правда, для себя. Ну, в смысле, напился там чай, кофе, воды, там, я не знаю. Вот, конечно, не что-то другое. Для себя. Вот для себя. И когда я пощусь, я пощусь для себя, чтобы моя душа освободилась от того, что написано в 58-й Исаии, чтобы я не поднимал свой перст надменно, чтобы я снял всякое ермо с людей, которые я наложил на них и так далее, чтобы я разрушил всякое ермо, так написано, для себя пощусь, для себя молюсь, и для себя плачу, и для себя ем, и для себя пью, все для себя. Писушите внимательно. Он говорит, для меня ли? И теперь он показывает, почему он не видит результата этого плача, этих молитв и этих постов. Слушайте, здесь написано 9-й, и было слово Господне. Так говорит Господь Свою. Он говорит, вот тогда я буду убежден, все, что вы это делаете, для меня ли, для себя ли, оно продуктивно и результативно. Так говорит Господь Свою. Производите суд, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждому брату своему. Он говорит, слушайте, вы поститесь, молитесь, судите несправедливо, милость не оказывайте ближнему своему, не делайте, вы несправедливы. Мы скажем, мы же не судьи, да мы судим каждый день, друзья мои. И милость должны оказывать каждый день своему ближнему. И дальше написано, вдова, вдовы, сироты, пришельцы и бедного, не притесняйте и зла друг против друга, не мыслите в сердце вашем. Слушайте, я понимаю, что москвичи устали от пришельцев. Кто там еще? Гастарбайтеры от бедных, от сирот, от вдов. Он говорит, пока будете так исповедовать, будете еще плакать, еще поститься, еще молиться, пока не пропитаетесь моим божественным словом, пока не встанете на твердое основание, пока не будете верны мне. Дальше написано, но они не хотели внимать, отвратились от меня, говорит Господь, уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, не Бог окаменил, они окаменили, чтобы не слышать законы и слов, которые посылал Господь своего духом своим, духом своим через прежних пророков, зато и по стихах великий гнев Господа. И было, внимательно сейчас, и было, когда он, то есть Бог взывал к ним, они не слушали. И так и они взывали, и Бог говорит, я не слушал. Семьдесят четыре года. Слушайте внимательно, друзья мои. Я верю, я знаю. Кто-то скажет, но если бы он ко мне, ну так намекнул хотя бы, что он ко мне взывает. Что значит намекнул? Он не просто намекнул, такую тяжелую книгу дал всем нам. Тяжела шапка Мономаха. Он дал нам Писание, Слово свое, заповеди свои. Как бы он так намекнул нам? Слушайте, мы приходим в храм Божий молиться, мы приходим в храм, мы постимся, мы плачем, мы ищем лица Господа. Как это я его не слышу? Как это он не намекает мне? Как это он не взывает ко мне? Взывает. Друзья мои, у нас есть сегодня вызов от Господа. В седьмой месяц. В седьмой месяц, я подчеркиваю, кто скажет, седьмой месяц, это месяц для отпусков, деревень, отдыха и прочее. Да, никто не спорит. Отдохни, съезди, возьми себе восьмой месяц, возьми себе девятый месяц и взыщи лица Господа. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам 3.7. Ради Христа все почитаю за ссор, за ничто. Радикально Павел повиновался Богу и Бог радикально, сверхъестественно его благословил. Кто скажет, аминь? Кто скажет, ну радикально, это очень круто. Знаете, помните Самсона и Саула? Кто помнит Самсона и Саула? Зависть, гордыня, игра с грехом, игра с Богом. Помните, как он с Долидой играл? Вот если бы мне там это постричь, это обрезать. В конце концов, постригла и обрезала и стал рабом слепым. Кто помнит? Не играй с дьяволом и не играй с Богом. С Богом игры плохо заканчиваются. Всегда. Друзья мои, а кто помнит Саула, который сказал, знаете, вот написано в священном Писании, лесенята портят виноградники. Помните, написано, вы ветви, а он лоза. Евангелие Танны 15 глава. Что сделал Саул? А он сказал, послушание? А что такое послушание? Мы знаем, вера, да? Послушание? Да нет, да мне нужно вот этот скот, мне этот царь нужен. И написано, пришел Самуил и говорит, что я слышу, Саул? Да это так, мелочь, я так для себя оставил, в жертву Господа. Он говорит, неужели для Господа послушание дороже жертвы? Не послушание, это волшебство, кто помнит это место Писания? Друзья мои, я подхожу к завершению этой проповеди. Есть такая интересная система Илья, Елисей, Елисей, Гиезий. Все Илью знаем, величайший Божий пророк, все знаем Елисей, который попросил двойное помазание, и по аналогии мы должны предполагать, что когда Елисей состарится, то Гиезий заслужит тройное помазание. Ну, кто помнит эту историю? Ну, хорошая история на самом деле, да? Но так не произошло. У меня вопрос, почему? Почему? Вот почему. Вместо тройного помазания Гиезий получил проказу. Давайте подумаем, почему. Это, между прочим, всех касается. И меня, и каждого. Помните, Гиезий служил Елисею, пророку с двойным помазанием, больше, чем у Ильи, много-много лет. И так служил, 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 и вдруг подумал, что-то как-то прибытка-то мало от службы этому блаженному Божьему человеку. Как-то и денег у меня немного, и одежды как бы не хватает, и так далее. И потом он с возмущением в сердце увидел, как Елисей отпустил военачальника сирийского Неймана, не взяв с него ни копейки. Кто помнит эту историю? И Нейман ушел, потому что Елисей сказал, я не могу за то, что сделал Бог, с тебя взять хоть что-то, потому что я тогда просто опозорю Бога. Помните, да? Гиезий догоняет Неймана, тот говорит, с миром ли? С миром, все нормально. Ты знаешь, что, Нейман, тут такая накладочка произошла, пока ты ушел, к моему господину пришли два пороческих молодых человека с горы Ефремовой. Пришли и бедные такие, без одежды, без денег, я тебя очень попрошу, моему господину Елисею как-то не очень как бы с руки тебя просить, дай мне один талант серебра и перемену одежды. Нейман говорит, слушай, какая мелочь, на тебе два таланта. Кто знает, сколько весит один талант? Много. Много весит. И вот тебе мешки с переменами одежды, вот тебе пару слуг, которые тебе донесут все это, уж сам ты не донесешь. Но какова была жадность и неудовлетворенность Геезии, что когда он увидел, что на горизонте показался домик, домик Елисея, он сказал этим двум ребятам, слушайте, идите назад к своему господину, я сам как-нибудь дотащу. Помните, нет? Он свалил и тащил. Послушайте, как тяжко когда ты идешь против господа, как тяжко когда ты притыкаешься о камень притновения. Вы знаете, эти камни притновения, они всегда лежат в течение нашей жизни. Либо для тебя это основание, либо притыкание. Либо ты притыкаешься, либо ты основываешься на этом. Это разница большая. И помните, он все себе в дом затащил, запыхавшийся приходит к Елисею, тот говорит, дитя мое, где ты был? Куда ты ходил? Никуда не ходил, раб твой? Вот просто запыхался, пока до тебя дошел. Слушай, а когда ты разговаривал с Нейманом, разве мое сердце не было с тобой? Помните эти слова? Зачем ты солгал? И проказа Нейманова покрыла всего Геезию. Кто помнит эту историю? Страшную, печальную историю? Послушайте, многие из нас, служа Господу, говорят, ну хоть что-нибудь урвать, Господи. Ну так же нельзя, Господь. Вы знаете, проказа, это означает снятие Божьей защиты. Бог не ожидает, друзья мои, что мы все совершенные. Бог дает нам всегда шанс еще и еще. Запомните, гордые, тщеславные, надменные люди не достигают полноты своего предназначения и вследствие своей гордыни. Бог дает нам силы делать то, что Он нам поручил. И сверх силы никому из нас Бог никогда ничего не даст. Никогда и ничего. Бог дает по силам. Если ты делаешь естественные вещи, служишь Ему, молишься, постишься, читаешь свои священные писания, живешь праведной, целомудренной жизнью, то Бог, когда ты делаешь это естественные вещи, скажу, простые вещи, Бог для тебя потом начинает делать сверхъестественные, но не в те сроки, которые ты ставишь, а которые в плане у Бога. В плане у Бога. Вы знаете, у нас есть такая традиция кормить Бога завтраками, понедельниками, вторниками, средами. Кто знает эту традицию? О, Господь, я вдохновился, Бог, как сегодня, Господь, я вдохновился, завтра я встану, и я начну, и берегись, дьявол, и вся эта вражья армия, завтра начну. Нет, Господи, завтра не получилось, посезавтра, Бог, так трудно было вставать, голова болела, Бог, мне кое в постель не подали, Бог, на следующей неделе, потом проходит неделя, потом проходит еще неделя, потом проходит месяц, потом 70 лет. не упусти время Божьего призвания тебя, не упусти время Божьей благодати для тебя и для меня, чтобы я мог не только сам стяжать эту благодать, но и другим ее от Господа передать. Повинуйся Господу, будь благословенным. И последнее, в этой пропаде место священописания, евреям 4 глава, стих 12, ибо Слово Божье живо и действовано, живо и действовано, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения духа, души, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерения сердечные, и нет твари на земле, сокровенные от него, но все обнажено, открыто, пред очами его, ему дадим отчет, ему дадим отчет, он знает мои мозги, простите, он знает мои составы, он знает мои кости, он знает все во мне абсолютно, все обнажено, он знает мои сердечные намерения, о Господь, спасибо тебе, Господи, нет того, кто бы сотворен был тобой, сокровен от тебя, все обнажено, все открыто, скажи Аминь, Аминь, друзья мои, слава Богу. Не играй с Богом в игры. Он сказал однажды в твой дух, дьявол, я забираю эту душу из Египта. Отпусти его. И я, дьявол, не буду с тобой, фараон, советоваться. Пилат, я не буду с тобой советоваться. Я делаю только то, что я хочу делать. Не мешай Господу делать то, что Он делает с нами, с каждым из нас. Позволь Ему это делать. Покорись Его божественной воле. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok